Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью. С вами Мария Шматкова. Сегодня мы встретились с Натальей Бондаревой, руководителем театра Натальи Бондаревой, заслуженной артисткой России, певицей. Здравствуй, Наталья! Здравствуйте! Очень рада вновь лично встретиться. Все-таки пандемия, она немножечко отсрочила это событие. Безусловно, сегодня хотелось бы поговорить о театрах. С 1 августа они начинают работать потихоньку уже в оффлайн режиме, но все это время, безусловно, ни ты, ни твоя труппа не сидели без дела, активно продолжали работать. Вот как это быть без тет-а-тет с зрителем в режиме онлайн? Я очень рада, что мы опять вместе, что у нас сегодня такая замечательная встреча на нашей любимой Одинцовской земле. Очень красивая. Да, потому что, конечно, вдохновляться и быть в закрытом пространстве, и все воспринимать, когда ты смотришь в окно и через призму только своего какого-то такого ощущения. Конечно, когда ты приходишь, любой творческий человек, для него очень важно вдохновение. Вот, к примеру, выйти на улицу, подышать полной грудью и выдать что-то такое интересное. То, что для людей будет радостно и принесет им свет и добро. Конечно, когда ты закрыт, тяжелое было время очень. На что там скрывать? Конечно, тяжелое. И меня оно коснулось тоже очень мощно. Но, если все откинуть, я все-таки такой, товарищ, оптимист. И посмотреть, что все-таки было хорошего. У нас, к примеру, мы полностью сделали, как бы мы переформатировались. У нас совершенно пошла другая работа. С одной стороны, вот этой нашей утери со зрителем ее не произошло. Потому что, конечно же, телевидение – это замечательно, что есть такая возможность больше охватить зрительскую аудиторию. То есть наши просмотры и наша встреча вот такая со зрителем, она выросла там в три-четыре раза. Потому что, конечно, концертный зал не всегда может вместить большое количество людей. А здесь тебя смотрят, ну, уже смотришь по просмотрам и диву даешься, что слава Богу, что люди смотрят, что им это нужно. Наташа, ну, благодаря вот в том числе и пандемии, ну, будем говорить так в кавычках, когда удалось привлечь внимание к онлайн-каналу вашему и огромному количеству людей увидеть ваши нашумевшие спектакли, работы. Потому что, безусловно, в период пандемии все это активно выкладывалось в сеть. И всем оставляли огромное количество комментариев. И благодарили за то, что вы не оставляете зрителя один на один вот с такой непростой ситуацией, а все-таки как-то стараетесь разнообразить их жизни, внести в нее краски, что самое важное. Ну, вот таких два аспекта получилось. Первый – это когда я подняла все съемки и еще раз переживала все наши большие мероприятия. И, конечно же, это елка главы Андрея Робертовича в волейбольном. Это просто глобал какой-то, я не знаю. И настолько это все, не побоюсь этого слова, профессионально, достойно. И самое главное, что каждый человек, которого я видела в кадре, я видела, что он вот все делает, да, все выполняет, все с душой, с таким большим рвением. И все это, конечно, лежало, то есть это не монтировалось. Поэтому, с одной стороны, я рада, что… Дошли руки! Да, да. С одной стороны, я очень рада, что мы смонтировали какой-то красивый материал и дали возможность еще разочек окунуться в замечательные вот эти события культурные. И, конечно, я взяла на себя ответственность, потому что, конечно же… Ну, понятно, мы театр. И тоже своеобразный театр. Мы же не драматический театр. Все же я певица. И моя профессия – это петь. Старцы благословили заниматься просветительством, нести Слово Божье. Поэтому у нас все это очень, ну, как сказать, очень нестандартно, скажем так. Очень не в формате, с одной стороны. Вот. Поэтому я приняла на себя ответственность, взяла благословение и стала делать очень много, пересмотрела много и европейских каналов, да. Мне нужно было посмотреть, как делается монтаж, как какие-то интересные можно сделать штуки. Ну, то есть меня это увлекло. И мы, такой процесс очень был интересный. И мой помощник, Георгий, он со своего компьютера подключался к моему компьютеру. Я все это режиссировала, находила. И он технически уже все это монтировал и придавал такую вот красоту. То есть даже на удаленке вы были в тесном контакте. Это удивительно. Мне всегда, причем моя семья, все-таки все же шло своим чередом. И всегда что-то там, я не знаю, там они проходили, что-то мы говорили, там, не знаю, там, ну, понятное дело. Какие-то личные там такие, какие-то вопросы. И опять, ой, Гоша на проводе. То есть он все это время как-то был так рядом. Некоторые моменты тоже были очень смешные, потому что некоторые проекты, мы с ним, понятное, дня не хватило. Потому что, ну, процесс телевидения, монтажа, сценарных планов, я вас очень понимаю, как это очень тяжело и кропотливо. Мы с ним даже и монтировали ночью, да, то есть мы не успевали. Либо, когда нужно было сделать какую-то программу, сделать ее быстро, отдать ее вовремя. Времени мало. Один момент, у меня Гоша уснул. И я, значит, слушаю. Что произошло? А я буквально, я говорю, слушай, я на минуту вот отвлекусь. Сейчас буквально полторы минуты, и я слышу, ну, человек спит. Я это слышу, как он спит. А у нас уже все, нам нужно скоро отдать программу, поэтому я сидела, молилась, потому что я ему, проснись, он не слышит. Вот, и через полтора часа он как-то проснулся и сказал, боже мой, простите. Но я к тому, что, конечно, любое, к чему ты прикасаешься, это живой организм. Это все равно твое восприятие, твоя душа, твое сердце. Творчество, что это такое? Вот опять же я возвратиться хочу к тому, что уже сказала, что это вдохновение. Что, когда ты сам наполнен, ты можешь совершенно спокойно это отдать людям, чтобы поделиться. Чтобы хоть какое-то, это сейчас не для большого слова, я говорю, чтобы поделиться и отдать своей любви. Наташа, ну, конечно, огромный подарок все зрители получили от вас, увидев по нашему каналу программу, посвященную времена Пушкина. Пушкина, безусловно, пандемия внесла свои коррективы. День рождения мы привыкли отмечать Шираков, Захарова, посетив Пушкинский праздник. Это уже некий такой бренд, традиция. В этом году, естественно, праздника не было, но он перешел в онлайн формат. И благодаря вам, вашему коллективу, у всех зрителей была возможность приобщиться к этому дню и снова вспомнить великого русского поэта. Я очень нервничала, когда мы делали Пушкина. Для меня это очень тема тонкая. И когда с Божьей помощью он получился, у меня, конечно, прям вот дыша, она ликовала. Ты прочла знаменитое письмо Татьяны. Я знаю, что с этим тоже была связана целая история. Выбор был непростой. Выбор был непростой. И тут руку приложила мама, да? Хорошо, ладно. Ну, раз уж мы уже к Пушкина коснулись. Опять же, я подчеркиваю, да, просто так Господь управил, что 11 лет я рядом дружила с ОРТшниками, которые каждый день мне говорили, посмотри, вот здесь кадр нужно порезать, вот здесь мне так взяли, вот здесь так. Я думаю, зачем мне это не надо? Я певица. Зачем мне эти кадры? Я только теперь понимаю, что Господь управлял так, что вот эти 11 лет, которые мне, да, вот как-то вот входили, дали тоже свой результат. Модельный бизнес дал свой результат. То есть это вот настолько вот собрано. Актерство тоже оно пришло. По сути, я же не драматическая актриса, хотя тоже я училась. Но я не могу себя назвать, как сказать, вот прям стопроцентной. Поэтому здесь только вот Божье благословение и свое отношение. И, конечно, Татьяну я хотела прочесть, ну, понятное дело, но очень боялась. Я ее прочла, принесла, мама услышала. Она говорит, ну, знаешь, дочь, это не Татьяна. А кто? Если бы была Татьяна вот такая, как ты прочла, ну, любовь бы случилась. Да, то есть это уже Татьяна, которая может добиваться, которая уже четко знает, что она хочет. Уже, да? Татьяна – это другой образ. Она не знает, она томится, она не знает. Ты должна быть хрупкой маленькой девочкой, которая еще не знает мир. Которая влюблена, у которой просто даже при том вот этом вот ее, в этих помыслах о любви, у нее начинает трепетать сердце. Она не знает, как об этом сказать. Я говорю, слушайте, вы мне даете такую задачу, я, конечно, попробую. Я закрылась, взяла иконочку, обнялась и резко себя представила, что мне мало-мало лет, что я еще просто девочка, которая не видела в жизни ничего. Но я, конечно, пришла. Я понимала, что это не мой голос, это не моя энергия, да, то есть это энергия и голос другого человека. Вот может быть, это и Татьяны. А мама даже отдастся, она говорит, слушай, это вот она. Я говорю, вот слушай, прям настолько много чистоты, настолько много вот хрупкости вот этой. Я говорю, слушайте, мне кажется, это не то. Они говорят, ладно, все, вот давай, иди погуляй, мы сейчас вот с Георгием сейчас все соберем. Вот они стали монтировать оба, я отлучилась, потом пришла, я говорю, что да, да. Все получилось. Поэтому образ Татьяны, он так по благословению мамы получился. Сама бы я его вот так не родила. Мне получилось очень интересно. И опять же, я повторюсь, с успехом прошла премьера и на нашем канале, и, безусловно, на YouTube-канале. Все это тоже было. И мы очень радовались, что даже несмотря на пандемию, несмотря на то, что все находятся в режиме самоизоляции, вы продолжаете радовать зрителей. Вот я повторяю, не оставляйте зрителя без своей любви, без своей теплоты. Потому что, ну как же вот в этом году, день рождения великого русского поэта. И невозможно встретиться в Захарово, невозможно прийти на традиционный пушкинский праздник. Это был просто, ну, нонсенс какой-то. И, безусловно, то, что когда ты мне позвонила и сказала, Маша, вот мы с Божьей помощью готовы предоставить эту программу. Я, честно, была очень рада. Я была, в первую очередь, рада за наших телезрителей. Но это взаимно. Это реально взаимно. Потому что для любого творческого человека, когда он, как сказать, создает своего ребеночка, и когда он, да, вот уже показывает, а я вот родила вот такую там красивую куколку. И когда вот так этот продукт, творческий продукт нужен, ну, конечно, понятно, душа ликует, что там говорить. Поэтому я очень благодарна всем людям. Я очень благодарна Андрею Робертовичу за поддержку, за просто даже вот иногда его ладошки, как благословение. Потому что это важно. Мы же команда. Мы все вместе. Нас закрыли. Общение малое. Страха все равно сердце набиралось. И очень тяжело с этим страхом, ну, нужно было быть в какой-то борьбе. Это было тяжело. И, конечно, когда там тебе пишут смс-очки, родные люди, и ты понимаешь, что, да, ты делаешь, ну, что-то важное. Потому что, знаете, как я приняла решение, мы стали делать вот первую часть. Это мы подняли архивы, а вторая часть мы стали делать образовательные программы для школы. Все-таки 75 лет победы. Тем более Владимир Владимирович Путин очень такой красной линией подчеркнул эту тему, что детям нужно донести, донести правильно историю нашей страны. Историю войны Великой Отечественной, да. Чтобы они все-таки включили свою память, свое вот это вот бережное свое отношение. Поэтому, конечно, был создан фильм в режиме вот этого юбилейного года. Это «Брестская крепость». Ой, говорю сейчас, у меня до сих пор мурашки, конечно. Это тоже, это немножко другое. То есть, когда мы собрали материал, стали монтировать. И когда я стала вот читать, я стараюсь читать одна, чтобы никого не было рядом, чтобы я могла как-то энергетически собраться. И, конечно, вот если послушать, да, там текст, понятное дело, что слышно, что человек читает, он просто плачет. То есть, вот я читаю, у меня льются слезы, я читаю. Я дочитала последнее слово, и я просто навзрыд. Мои даже испугались, что случилось. А я не могу, то есть, настолько я видела эти картинки. Мне так было больно и страшно. И после «Брестской крепости», конечно, это просто было, ну, рыдание. Это просто было рыдание. И я рада, что мы ни одно такое, ну, как сказать, важное событие, ни одно важное событие мы не упустили. Мы постарались не упустить. И, к примеру, там сделали программу интересную о Дятле. Да, то есть, вот они настолько все разные, как дети. И я дружу с некоторыми директорами наших школ. Вот, тоже им очень признательно. За поддержку этой Ирины Георгиевны, Ирины Константиновны. Мои такие, такая моя любовь. И они, конечно, с радостью взяли эти программы и на уроки литературы, биологии. Я не знаю, для меня это был прям такой божий подарок, что была вот эта вот возможность. Потому что, когда приходит страх, и когда приходит вот что-то такое, я не знаю даже, что-то такое волнение в себе, что ты можешь сделать? Только помолиться, как православный человек, да? И, конечно же, что? Уйти в работу. То есть, я старалась в 8 часов утра уже быть в режиме. Ну, где-то там вот до 2-3 ночи мы монтировали. Это вот был режим вот двух месяцев. Это вот каждодневный. В воскресенье только мне Гоша давала. Перед их, Наталья Владимировна, передохните. Вот. Ну, а так, сейчас уже вот я рада, что все равно организм не может в таком быть, конечно, плотном графике. Я понимаю, что сейчас вот эти вот онлайны и вот эти программы, они, конечно же, не будут в таком количестве создаваться, потому что иначе тогда... Зрители совсем расслабятся. Нет, и спектакли. Мы, я совершенно... Это пусть останется таким сюрпризным моментом. Я думаю, что как-то мы это потом вам расскажем потихонечку. Но мы совершенно тоже как-то переформатировались. То есть, понятное дело, что вот эти глобальные проекты, которые были, и вообще время, которое было, оно же, к сожалению, к великому, оно не вернется. Уже будет все по-другому. Мы другие. Вот это, конечно, время, страшное время, оно нас всех изменило. Все посмотрели на жизнь по-другому. Что они делают, как они трудятся, как они относятся к жизни, к своим семьям, к детям, к родителям. Все-все-все по-другому. Поэтому в этом году и мы будем другие. Готовим интересную такую штуку творческую. И я очень надеюсь, что вот красная линия работы в этом году нашего театра – это от сердца к сердцу. Глаза в глаза. Наталья, я уже говорила в самом начале нашей программы о том, что сейчас постепенно ограничительные меры снимаются. И, безусловно, театры приступают к привычной деятельности. Что нас ждет в будущем? Встретились ли вы уже со всеми актерами театра? Что в планах? Слава Богу, что все снимается. Слава Богу, что жизнь продолжается. Слава Богу, что мы с вами живы и здоровы. И у нас еще есть время сделать что-то хорошее, постараться. Чтобы, я не знаю, чтобы как-то оставить после себя что-то очень такое доброе, творческое, радостное, светлое. Конечно, мы встретились с ребятами, начали репетиционный уже блог. Честно, какие были эмоции в первые минуты? Плакали. Обнялись. Обнялись и просто плакали. Потому что я когда увидела свою помощницу, свою Леночку, которая мне помогает во всем. И когда мы уже первый день только, она всегда приходила в маски, тоже помогала ей с продуктами. Мы настолько сплотились все, настолько стали мощной одной семьей. И, конечно, когда я увидела ее без маски, я просто встала и начала реветь. Она не знала, что делать. А я понимаю, что я так соскучилась. Что я так соскучилась. Это, конечно, это не передать. Это, ну, как сказать, я думаю, что каждый человек, каждый, он это испытал. Потому что мне очень было, очень было мне тяжело и больно смотреть, как, к примеру, подрастающее там наше поколение. Да, как им было тяжело, потому что они, у них столько энергии, а они закрыты, они только на своей харизме могли учить что-то, да, вот выдавать. Очень было тяжело смотреть на людей, которые пожилого возраста, которым вообще очень тяжело все это было перенести. Ой, господи, поэтому, конечно, это были обнятия, эти были объятия. Все сказали, что, наконец-то, мы соскучились. Мы готовы в больно. Мы хотим творить, где, давайте сценарий. Мы готовы репетировать. Вот, но я и так вам сегодня рассказала, может быть, то, что я и не должна рассказывать. Но, на самом деле, конечно, следующий год, вот следующий год театра, он юбилейный, нам 30 лет. Когда я, конечно, об этом думаю, боже мой, сразу что-то как-то... Но, тем не менее, 30 лет назад на Одинцовской земле Раиса Ивановна Бондарева, она, именно моя мама, создала этот театр. И потом уже передала его мне. Сейчас уже и Марьяшка мне помогает. То есть такая, конечно, династия. Мы стараемся ее сохранить, чтобы передать все, что мы умеем, весь свой талант, умение, знание. Стараемся. Вот, поэтому, конечно же, вот это вот новое... Будет. Можно я немножечко, да, оставлю маленький такой вот элемент, да, там вот все-таки чуть-чуть приоткрытые двери. Там, да, вот мы немножко с вами заглянули в нашу жизнь, как мы жили. Но мы в этом году, я говорю, как все, как все мы изменились, мы все стали другие. И театр тоже в этом году будет другой. У нас вот красная линия нашего творчества, можно сказать даже девиз, от сердца к сердцу, глаза в глаза. И все спектакли, наши встречи, они будут носить совершенно другой такой формат. Такими вы еще нас не видели. Я сама очень этого жду, потому что для меня это новое. И оно просто другое. Спасибо огромное за интервью, будем ждать с нетерпением и творческих встреч, безусловно, вот это вот глаза в глаза, от сердца к сердцу. Очень хочется, правда, всех тоже и обнять, и увидеть, и погрузиться в атмосферу, потому что, ну, честно, не хватало вот все эти долгие месяцы, безусловно. Слава богу, что был интернет онлайн, и ваш канал тоже работал, и можно было смотреть, но как бы то ни было, вот, ну, невозможно, техника никогда не заменит живого общения. Особенно то, что касается театра, это нужно видеть, в это нужно быть погруженным на 200%. И я пользуюсь случаем, я очень всем хочу пожелать крепкого здоровья, любви, счастья и сердечной огромной радости. Берегите себя и будьте счастливы. И вы тоже берегите себя, будем ждать новых премьер. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания. Продолжение следует...